Даже на фонде НВ какие-либо из созданных марочек, хотя технологии, еще раз повторяю, полностью готовы для того, чтобы, как только мы получим добро, начать ее применять, внедрять и так далее. Стоимость технологии весьма и весьма высока. К чему все вышесказанное должно в результате привести? А должно оно привести к созданию единой аппарата программного комплекса по работе с защитной идентификационной маркировкой, включающей в себя в том числе единую базу данных по учету предметов музейного хранения. С Олегом мы думаем, что мы перейдем на беспроводную связь с локальной базой данных, с локальными базами данных, откажемся от персональных компьютеров и всю информацию будем хранить вот в этом счетвертеле, вполне будет достаточно. Это, скажем, перспектива ближайшего полугодия. Почему мы так говорим о беспроводной связи с локальной сетью и с локальными базами данных? Дело в том, что большинство музеев, расположенных в памятниках архитектуры, где прокладка обычных локальных сетей проводных, вызывает такую кучу проблем и головной боли, что вот эта технология является наиболее оптимальной. Правда, на своем печальном опыте мы выяснили, что, к сожалению, использование этой технологии не всегда возможно. Архитектурные памятники строились тогда, да, имеют слишком толстые стены и странные несущие конструкции, которые просто-напросто не дают возможности использовать эту технологию. Но мы надеемся, что и эту проблему преодолеем. Ну, а со временем вот так будет полностью функционировать блок-схема, собственно, здесь представлен блок-схема, полностью аппаратно-программного комплекса по учету защитной махировки и электронного документа оборот, связанного с предметами музейного хранения. И последнее, что бы хотелось сказать. Конечно, хочется обозначить перспективу. Тем более, в этом зале уже много раз звучала фраза о том, что министерство приняло решение о создании двух научно-методологических центров по аппаратации, внедрению и изучению методов защитной махировки. Эти два центра действительно должны быть созданы на базе государственного армитажа и Государственного исторического музея. Решение есть. Но пока Государственный исторический музей все работают. Идет практически в инициативном порядке. И обозначая эти перспективы, я могу сказать, что мы очень рискуем сейчас сказать, а через год, когда нас пригласят на очередную конференцию, не суметь отчитаться перед вами за реализацию этих перспектив. Тем не менее, я назову. Безусловно, для нас важнейшим является расширение пробы музейных материалов, для которых будут разрабатываться методы маркировки. Второе. Это серьезнейшие проблемы с изменением размеров марки в сторону уменьшения. Сейчас самая маленькая марка размером 0,8 на 0,8 сантиметров. Следующее. Это проблемы с записью микрорельефа предмета. Дальше. Реализация возможности перезаписи отдельных информационных слоев. Здесь нет еще одной перспективы, а именно нет перспективы интеграции микронити, потому что это действительно очень серьезная проблема, требующая серьезной проработки и апробации, в том числе и реставраторов и так далее. Ну, в области программно-аппаратных решений, это разработка комплектов создания и сканирования специальных защитных методов, заработка самого считывателя и принтера методов, это то, что уже сейчас практически реализовано, до комплектования считывателя дальнобойных сотни метров беспроводным интерфейсом, разработка специального программного обеспечения. Ну и последнее. Конечно, ГИМ не смог бы все это реализовать в одиночку. Конечно, у нас есть партнеры. К сожалению, они сегодня в этом зале отсутствуют. Тем не менее, я хочу их назвать. Во-первых, это компания Telecom Service, которая долгие годы является нашим партнером и осуществляет программные и аппаратные решения. И, во-вторых, это компания Constellation 3D Vostok, которая предлагает технологические решения, по флуоресцентной марке, а также аппаратные решения по доработке считывателя. Мы очень надеемся, что этих партнеров не потеряем. Мы очень надеемся, что этих партнеров, как во всяком случае они заявляют, очень интересуют сотрудничество со всем музейным сообществом. Поэтому мы надеемся на то, что все-таки решение по научно-методическому центру будет реализовано в полном объеме. Спасибо большое.